Здравствуйте! Сегодня я решил рассказать, как использовать цифровую электронную подпись под Mac, о софте и немного о том, как пользоваться им. Соответственно, мы должны скачать программное обеспечение. Программное обеспечение у нас скачивается с сайта CryptoPro. Это у нас CryptoPro ЦПС, ЦСП, значит 4.0. Это нужно для системной работы с подписью. И, соответственно, я вот подобрал себе Trusted eSign, то есть доверенная цифровая подпись от компании цифровые технологии. Стоит недорого, стоит порядка 2700. Это пожизненная лицензия. Соответственно, поддерживается macOS 10.09-10.12. Ну, насколько они там активно будут ее обновлять, мне судить сложно, но меня это устраивает. Соответственно, после скачивания у нас данного софта у нас появляется, в общем-то, несколько файлов. Один из них вот называется macOS-uni архив. В нем после распаковки лежит дистрибутив CryptoPro. Соответственно, что касается вот производителя цифровой подписи приложения, да, доверенной, то там скачивается сразу пакетный файл, его запускаем, ну и, в общем, он готов к установке. После установки у нас первое, что необходимо делать, это устанавливать электронную цифровую подпись, то есть софт для электронной, цифровой подписи. Перед тем, как устанавливать приложение, которое работает с всем этим, да, то есть у нас CryptoPro устанавливается, потом вот я устанавливал вот это вот приложение Trusted. Значит, после установки и первого, и второго, ну и, соответственно, подключения к компьютеру самой флешки, у нас появляется вот такое приложение, которое, ну, фактически поделено на три основные функции. Управление сертификатами, да, вот, допустим, у меня тут видно, что флешку он видит, отлично все. Соответственно, шифрование данных, но вот с точки зрения, как бы, юриста, да, и работы с моим арбитром, наверное, это не совсем то, что надо. А вот электронная подпись, это самый популярный вариант. Соответственно, здесь у нас, ну, практически ничего не настраивается, здесь вот у нас выставляем Base64, сохранять подпись отдельно, то, что требует арбитраж, добавлять время подписи, ну и папка, в которую подпись складывается. Фактически файлы, к которым надо подготовить подпись, они вот в этой части окна приложения сюда либо перетаскиваются, либо выбираются уже из папки вручную, да, то есть можно и таскать, и подписывать, можно выбирать. Соответственно, вот такое приложение у нас есть, я им пользуюсь, но, наверное, если оно будет работать в дальнейшем успешно, наверное, пользоваться и буду. То есть, 2 700 за приложение, 2 700 за крипто про, ну и флешка там, кому как повезет, энное количество денег тоже стоит с цифровой подписью. Итого, вот бюджет, ну, надо быть готовым потратить, наверное, на это все, тысяч 7-8. И связка будет готова для того, чтобы работать в мой арбитр. Подписи делаем, ну и потом по штучным, по файлам загружаем. Как, в общем-то, привычным, просто в моем арбитре мы дополнительно подгружаем еще файл подписи. И файл подписи можно подгружать не для всех документов, а только там для избранных. Ну, понятно, что мой арбитр уже требует для арестов, обеспечительных мер и прочих мероприятий, карательных, электронной цифровой подписи. Ну, сейчас можно доверенности, допустим, исковое подписывать, электронные цифровые подписи, а все остальное загружать так картинками. Поскольку арбитраж сейчас сильно напрягается только с обеспечительными мерами. Ну и, в принципе, с подтверждением полномочий обращающегося. Поскольку были случаи, когда недобросовестные стороны это использовали. Вот так вот я использую цифровую подпись. Соответственно, еще раз сайта назову. Производитель приложения самого, которое придется использовать, это trusted.ru, ну и CSP, CryptoPro, ну, CryptoPro, наверное, все знают уже, CryptoPro.ru. Соответственно, там качаем этот вариант приложения под МАК, устанавливаем, потом Trusted ставим, втыкаем флешку, ну и все работает. По крайней мере, у меня работает, встало все без проблем. Единственное, что ребята с лицензиями, да, вот к этому приложению они дополнительно высылают лицензии, которые файликом вот так вот выглядят. Ну и потом в этом приложении можно уже, ну, сейчас я еще полную не подключал лицензию. Вот ввести ключ, да, то есть подключить вот эту лицензию можно будет уже по времени. Производители, они на самом деле дают тестовый режим порядка 10 дней, то есть, в принципе, вы можете проэкспериментировать и потом принять решение о покупке софта. CryptoPro я еще не покупал, но у меня пока все работает. Ну, видимо, там в ближайшее время придется озадачиться покупкой CryptoPro. Вот, на этом все. Вот так вот я использую цифровую подпись. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok